Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашей гостьей мы будем говорить о работе областной нотариальной палаты. Присоединяйтесь! Маргарита Анатольевна Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты. Родилась в Новозыпкове Брянской области. Закончила юридический факультет Белорусского государственного университета имени Ленина, а также Академию управления при президенте Республики Беларусь. По специальности – государственное управление. Трудовой путь начинала рабочий Новозыпковского мясоптицекомбината. Работала статистиком Новозыпковского горкома ВЛКСМ, государственным нотариусом, заместителем начальника Главного управления юстиции Гомельского облсполкома. В декабре 2013 года избрана председателем Гомельской областной нотариальной палаты. Маргарита Жорова была членом Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Избиралась членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Имеет благодарственные письма президента Республики Беларусь. Награждена Орденом почета, почетными грамотами Национального собрания и Совета министров Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности нотариусов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Маргарита Анатольевна, я вас поздравляю с наступлением весны, с наступающим праздником, замечательным, 8 марта. Хочу вам пожелать хорошего настроения, крепкого здоровья, чтобы работы у вас всегда было много и чтобы она была только в радость. Спасибо. Нотариус в переводе с латинского означает всего лишь писарь или секретарь. Вот вам не обидно, потому что эта юридическая специальность, наверное, одна из сложных и самых сложных. Огромный документ и оборот, такая предельная внимательность ко всем деталям. Ну, наверное, не обидно, потому что ведь писарь из покон веков, это тот человек, который очень красиво подавал информацию, которая хранилась веками. А если еще говорить, что нотариус, в общем-то, еще и увековечивает эти факты, то, наверное, это почетно носить такое звание. И очень ответственно. И очень ответственно. А современные информационные технологии каким-то образом облегчают работу нотариусу? Ну, конечно, мы же не стоим на месте. На пороге уже 21 века. И мы, как и все, стремимся к тому, чтобы и облегчить свою работу, и чтобы показать, что мы умеем быстро работать, а не так, как бюрократ, вот истинный писарь выписывать. Вот сейчас у нас 1 января 2017 года, в соответствии с указом, который по реформе нотариата, у нас введена единая информационная система, которая является программно-техническим комплексом, который помогает нотариусам собирать сведения, обрабатывать их, получать какие-то необходимые сведения, пользоваться ими. То есть, в общем-то, сбор производить для чего? Формирование не только документа, который мы сегодня изготавливаем, но и создание баз данных. ЕИС, если вы говорите об этом, позволяет нам входить в другие информационные системы, которые созданы в нашем государстве, в том числе получать сведения о недвижимости, получать сведения об обязанных лицах, получать сведения из регистра населения. То есть, фактически, то, что мы сегодня делаем на бумажных носителях, делали и отправляли, и пока придет по почте туда-сюда, две недели проходило, то это можно сделать прямо сейчас, когда сидит перед нами человек и просит ему рассказать об условиях сделки. Клиенты нотариусов уже смогли с преимуществами новой системы познакомиться и ощутить на себе, что действительно дела стали решаться быстрее, ошибок стал меньше? Наверное, в общем-то, нотариусы всегда старались быстро работать, потому что это время для человека достаточно серьезное обстоятельство. Но я хочу сказать, единственное, что помогает теперь, можно очень быстро проверить документ, где находится, в каком он состоянии, является ли человек в этот момент женатым или разведен. Это ускоряет процесс. И думаю, что не нужно предоставлять лишних документов, которые мы затремим, справок всевозможных, выписок из документов. Все можно самому проверить. Вот это да. Уважаемые телезрители, а у вас сегодня уникальная возможность обратиться к нам в прямой эфир, к Маргарите Анатольевне. Одной из лучших юристов. Спасибо. В Гомельской области. Маргарита Анатольевна, а сколько сегодня нотариусов работает на Гомельщине? Ну вот сегодня осуществляют нотариальную деятельность 122 человека. Вообще у нас их 127, но 5 – это люди, которые находятся в социальных отпусках по уходу за ребенком. Работают они в 35 нотариальных конторах и 2 нотариальных бюро. Ну и я хочу сказать, это вполне достаточно для нашей области, если говорить о нагрузке и о том, сколько мы действий делаем. Ну в общем, 130 действий в месяц на каждого нотариуса. Это достаточно хорошо. А если учесть, что на каждую сделку приходит хотя бы 2 человека минимум, то вы можете представить, сколько человек принимает нотариус за 1 месяц. А какие самые распространенные причины для обращения к нотариусу? Ну, конечно, чаще всего это сделки по отчуждению недвижимости, согласия оформляются нотариусом. Ну, очень много исполнительных надписей сейчас. И, конечно, еще такой большой массив – это наследственные дела. А самые редкие? Ну, наверное, это удостоверение факта нахождения человека в данном месте, времени предъявления документа. Очень редко у нас о залоге делают договоры, займы почему-то не делают. Хотя, если сделать займ нотариальный, то это уже себе обеспечиваешь гарантию, что есть бесспорное доказательство в суде, что это долг был. Ну, прокат. То есть очень такие договоры. Очень редко у нас, к сожалению, пока суррогатное материнство. И брачные договоры тоже не очень часто. Ну, в общем-то, конечно, я считаю, что вот тут немножечко мы отстаем в просвещении. Чем больше бы мы рассказывали о результатах сделанных наших оформленных сделок, тем больше было бы, наверное, пользы для граждан. Будем восполнять? Будем ослаблять. Будем восполнять. Ну, пока о ежедневной работе нотариусов я предлагаю посмотреть сюжет. Будьте с нами. В нотариальной конторе центрального района Гомеля в эти дни немноголюдно. Увеличение числа посетителей здесь традиционно ожидают с началом оздоровительного сезона, когда родители придут оформлять доверенности на выезд детей за границу. Впрочем, без работы нотариусы не остаются. Часть гомельчан, к сожалению, не отличается наличием чувства ответственности и вполне может позволить себе не оплатить банковские кредиты или услуги жилищно-коммунального хозяйства. Причем страдают от таких горожан и сами нотариусы. При оформлении на неплательщиков так называемых исполнительных надписей для официального взыскания с них денежных сумм одновременно начисляется и нотариальный тариф, получить который часто просто невозможно. Об этой проблеме говорят не часто, однако менее значительной от этого она не становится. Если, как говорится, нечего взять с этого должника, нам возвращается наша исполнительная надпись с актом о невозможности взыскания. Мы имеем право повторно направить через какое-то время еще раз о взыскании этого нашего нотариального тарифа. Но опять-таки, если что-то есть с чего взыскивать, значит взыскивают. Если нет, то опять возвращают назад. Нотариальная контора Добружского района в Гомельской области по итогам прошлого года признана лучшей в своей категории. И теперь попробует победить уже на республиканском уровне. Чего, кстати, им совершенно искренне желают и посетители. Во всяком случае, за все время нахождения в конторе журналистом телерадиокомпании Гомель ни одного замечания в адрес нотариусов услышать не пришлось. Мы часто обращаемся в нотариальную контору. Как бы здесь радует то, что оказываются услуги быстро, приятно с людьми общаться, грамотно. На отсутствие работы нотариусы Добружского района не жалуются. Кроме 14 тысяч городского населения, в поле их действий еще и более 18 тысяч сельских жителей. Причем последним не всегда обязательно приезжать в контору лично. Деятельность нотариуса районной конторы не связана стенами данного кабинета. Нотариусы, сельские нотариусы, как мы называем себя, мы выезжаем в агрогородки. По постановлению Министерства юстиции нам разрешены выезды в агрогородки. И даже не то, что разрешены, это обязанность нотариуса выезжать в агрогородки для того, чтобы принимать и обслуживать сельское население. Мы выезжаем туда при наличии не менее пяти заявок. И выезжаем, если обратившийся гражданин с нарушением опорно-двигательного аппарата, то возможен выезд и при наличии одной заявки. Признание нотариальной конторы Доброжского района лучшей на Гомельщине не случайность. И дело не только в том, что каждый юрист в течение месяца совершает более 100 нотариальных действий. В активе местных специалистов бесплатная консультация, участие в различных городских акциях и организация учебы специалистов на предприятиях и организациях. Плюс активная благотворительная деятельность. Мы участвуем в благотворительности. На территории города Добруша есть несколько домов семейного типа, где находятся на воспитании детки и сирот. Вот в частности, к Новому году нами были куплены подарки, и было сделано небольшое костюмированное представление. Мы выехали в этот детский дом и подарили детям подарки к Новому году. У нас на территории Добрушского района есть в лагунах приют. Каждый год, вот уже на протяжении трех лет, мы проводим акцию «Подари подписку детям». Ввиду того, что там находятся детки разных возрастов, мы выписываем туда периодически журналы от маленьких до уже детей 14 лет, которым уже интересно не смотреть детские картинки и раскраски, как они их называют, а уже такую литературу более. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова. И в студии прямого эфира мы принимаем телефонный звонок. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы в эфире. Здравствуйте. Мне вопрос к Маргарите Анатольевне. Короче, может ли моя свекровь, вот она вступила в наследство по закону о умершем сыне, она переписать свою часть сейчас по следующим детям? То есть получается, что умер сын, после сына наследуете вы и его мама, так? И папа, да. И папа. То есть вот в равных долях здесь делится наследство, и потом она своей долей может распорядиться, как она пожелает. Но в принципе она может и отказаться в вашу пользу и не вступать в наследство. Но если она оформит наследство на это имущество, которое осталось после сына, она может его, как собственник, распорядиться им по своему усмотрению. Спасибо большое за звонок. Уважаемые телезрители, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему диалогу. Маргарита Анатольевна, я бы хотела обсудить увиденное в сюжете. Одной из лучших, да, стала контора, которую мы видели. А как вы определяете эффективность работы материальной конторы? По каким показателям? Очень много показателей. И для того, чтобы привести вот к такому результату, мы собираем совет нотариусов, который состоит из 14 человек, и обсуждаем по всем критериям. Выдвигается не один кандидат, несколько человек. У нас несколько номинаций. Одна комплектная контора, от двух до шести и свыше шести. Мы рассматриваем все показатели. Сколько действий, какая нагрузка, какие действия, какой сложности, сколько сделано материалов в газеты, сколько публикаций и других каких-то вопросов у нас на сайте Билл Нотари. В общем-то, мы рассматриваем еще и к тому же, есть ли жалобы на работу, сколько благодарностей, занимаются ли они какой-то идеологической работой, участвуют ли в политических мероприятиях. В общем, очень много критериев. И поэтому, когда мы оцениваем, мы смотрим, есть ли там коллектив еще, потому что это тоже немаловажно, когда работаешь в комфортной среде. Вот у нас как раз заведующая Добровской нотариальной конторой, она и председатель дисциплинарной комиссии, очень активный человек, очень с хорошей жизненной позицией такой. И молодые нотариусы, которые с ней работают, они, конечно, идут таким же путем. Но для того, чтобы это все оценить, нужно много очень взвесить, проанализировать и только после этого выдвигать на республиканский конкурс. А на республиканском конкурсе у нас были какие-то успехи значения? Да, у нас брагинская контора однокомплектная в прошлом году заняла первое место. Он проводился в прошлом году первый раз. Но если в историю копнуть, то брагинская нотариальная контора с одним нотариусом трижды была победителем республиканского конкурса на лучшую контору. Спасибо, Маргарита Анатольевна. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. 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 У меня вопрос. После смерти отца никто не вошел в наследство. Два брата, я и мать. Кто у вас должен войти в наследство? Я должен, допустим, я и брат. Или мать, я там говорит, первая группа лежачая? Можно я вам задам сразу вопрос? Скажите, умер кто? Отец? Кто умер у вас? Потому что не совсем понятно было. Если у вас... Дом не оформлено ни на кем. Вот 6 лет дом не оформлено ни на кем, то хочет вступить в наследство младший брат. Ну вот что ему надо для этого? А, то есть хочет брат вступить? Ну что, ему просто-напросто надо обратиться в нотариальную контору, представить документы, подтверждающие родственные отношения. В принципе, можно и не представлять. Нотариус запросит по одному окну. Но первым делом, конечно, нужно пойти в нотариальную контору по месту последнего жительства наследодателя. Нотариус посмотрит документы, посмотрит, какое есть наследственное имущество, является ли наследником этот человек. И посмотрит, может быть, там есть право представления или иное какое-то право. Но начинайте, конечно, с нотариальной конторы по месту последнего жительства наследодателя. Спасибо. Мне было очень плохо слышно. Маргарита Анатольевна, сейчас предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику «Есть мнение» и узнать, как оценивают гомельчане качество обслуживания в нотариальных конторах. На нотариальные конторы приходилось обращаться по поводу, например, приватизации земли, а в частном секторе живу. Обслужили меня нормально в центральном районе, наша нотариальная контора. Людмила Васильевна даже запомнила, как зовут нашего нотариуса. Мы остались очень довольны отношением и работой. Было назначено определенное время, мы пришли без очереди, нас приняли и сделали все, что мы хотели. Поэтому проблем не было. В тех случаях, когда нам приходилось обращаться на очень высоком уровне. Правда, это не часто было, но всегда было хорошо. У меня есть очень хороший нотариальный знакомый в нотариальной конторе, в Железнодорожном. Контакт с Натальей Тимофеевной, я ей благодарна. Знаете, я очень давно не была в нотариусу, поэтому не могу вам ничего сказать. Я лет пять как квартиру дарственную оформляла сыну, только тогда была. Я не хожу к ней. У меня дочка обратилась к нотариусу, ничего не разнесли, влезли в суды. В результате неправильно составленной нотариальной записки, она владелица пожизненного улезла в аренду, потому что ему заказался иностранец. И если бы она это знала, она бы не подписала эту расписку. Она этого не знала, подписала. Нотариус этого не объяснил. А потом он воспользовался этой распиской, которую составил нотариус. И в результате у нас расходы, потому что аннулировать, оказывается, расписку, это нельзя. Она с рукой на стене имеет. Приходилось обращаться к нотариусу, оформлять завещание на квартиру. Нормально, хорошо, хорошо, все сделали, все оформили как положено. Дотариально не связывалось ни разу, еще пока. Хотя скоро надо будет связываться. Поэтому ничего не могу сказать. Ни разочку даже, даже не знаю, где она находится. Прекрасно относились, ничего не могу сказать плохого. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе нотариусов. Связывайтесь с нами, пожалуйста. Как раз есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Я, ну, здравствуйте. Я хотел бы вот, ну, вот, узнать, ну, какая разница между завещанием и дарственной? Спасибо большое. Интересный вопрос. На самом деле, лучше подарить или завещать? Этот вопрос чаще всего задают. Завещание – это распоряжение своим имуществом на будущее. То есть на тот момент, когда откроется наследство. Но до этого момента вы остаетесь владельцем и пользуетесь им как собственник. А дарение – это сделка, которая оформляется сегодня, сейчас. И с момента оформления этой сделки и, если в необходимых случаях, регистрации государственной, то имущество, которое вы дарите, переходит к другому получателю, одаряемому. И прекращается право собственности дарителя. Поэтому всегда, когда к нам приходят люди, мы спрашиваем все-таки, что бы вы хотели. Либо это будет потом когда-то, в далекие времена, либо вы хотите сегодня сделать так, чтобы право собственности перешло к другому лицу. Поэтому все зависит от того, каков момент перехода права собственности. А есть ли какие-то подводные камни, Маргарита Анатольевна? Потому что наверняка какие-то несут при этом и расходы, и риски. Если говорить по расходам, то, в принципе, если близкие родственники, то и завещание, и потом дарение близким родственникам не так уж и дорого. Но о подводных камнях можно сказать так, что иногда наши близкие почему-то начинают сомневаться в том, что мы были в тот момент дееспособны, когда делали либо завещание, либо договор дарения. И так, как и то, и другое является сделкой, то является и оспоримой. То есть может человек, который недоволен, что ему завещание не сделали в его адрес, или не подарили ему, может пойти в суд, подать иск и признать, или попробовать признать и завещание недействительным, и дарение недействительным. Но опять-таки для того, чтобы признать это, необходимо очень веские доказательства. Поэтому, наверное, если вы все-таки решитесь, то нужно проконсультироваться с нотариусом, который вам объяснит и последствия каждой сделки, и момент наступления ее, и вступления в юридическую силу. Ну, наверное, и семью свою тоже стоит посвятить. Да, конечно. И, наверное, надо семью готовить к тому, что мы сделаем. Ну, я говорю, что нотариусы шутят всегда, что самое лучшее завещание, когда говорит, пишет человек, что имущества у меня практически нет. Ну, а все мы, тем не менее, желаем составить несколько иные завещания. Наверное, так себе представляем. Маргарита Анатольевна, в чем, может быть, причина появления вот негативного отзыва, такого, как мы слышали сейчас в нашей рубрике? Вы знаете, я так немножко как бы пыталась понять, в чем дело. Наверное, это все-таки не расписка, а согласие. Потому что, когда оформляется какая-то сделка, и есть лица, которые претендуют на определенную либо жилую площадь, либо на имущество на какое-то, то есть либо пользователи, либо совладельцы, либо там соучастники приватизации, тогда берут согласие. Но здесь, я так поняла, наверное, все-таки было согласие на отчуждение какое-то. Поэтому вот кто там, родственница, дала такое согласие, действительно согласие имеет юридическую силу, чтобы признать это согласие. Анатольевна не может его исключить из документов. И это уже судебный вопрос. То есть признание согласия в судебном порядке недействительным. Ну, конечно, тут нужно посмотреть ситуацию. Скорее всего, там сложно с тем, что не резидент нашего государства иностранный гражданин. Но я вот хочу всем сказать слушателям, кто нас смотрит, поверьте, что нотариус, в первую очередь, всегда думает об интересах, и законных именно интересах гражданина, и поступает только в соответствии с законодательством. Потому что основные принципы деятельности нотариуса, это, конечно же, законность и беспристрастность. Он не может смотреть, кто ему понравился и как понравился. Он руководствуется только законом и тем, что имеется в него в правовом основании документы. То есть вероятность того, что муж понравился, да, приглянулся больше? Ну, если бы он и понравился сделать нотариус, ничего не может. Он только действует в рамках закона. Давайте продолжим. Не довести дело до суда помогает теперь нотариату право совершать исполнительную надпись. Вы говорили, что достаточно много подобных совершается сделок. Много. У нас почти 55 тысяч исполнительных надписей в год делается. У нас так много должников? Или это о чем говорится? Да, много должников. Из них 15 почти тысяч – это должники по жилищно-коммунальным услугам. И почти 10 тысяч – это из кредитных договоров. То есть не отдают кредитные договоры люди. Ну, я думаю, что уже на слуху всегда исполнительные надписи. Но нотариус же ведь делает исполнительные надписи не просто так. Он делает только потому, что есть постановление Совета Министров, в котором перечислено перечень документов, в бесспорном порядке взыскивается, по которым задолженность. И вот как раз и делают такие надписи. А для чего это, в общем-то, сделали? Наверное, для того, чтобы немножечко разгрузить суды. Потому что это приказное производство было, чтобы не рассматривать и не затягивать судебные процессы. Но опять-таки, любая исполнительная надпись, она делается тоже по правилам. И если вот говорить о том, в каких случаях мы делаем, вообще не принимая во внимание должника, а в каких мы смотрим на него, то как раз закон гарантирует и должникам какие-то права. Ну вот по некоторым исполнительным надписям, например, по прокату, по аренде жилых и нежилых помещений, по жилищно-коммунальным, по задолженности по платежам, по товариществам садоводческим, надо обязательно извещение должнику о том, что он должен. Вот тепловая энергия, свет, газ. Достаточно хорошо вот за два года эту сферу удалось урегулировать? Ну, наверное, она вообще законодательно урегулирована. Единственное, что каждый раз перечень добавляется. И вот пока притирается практика нового введения, конечно, тут есть вопросы. Какие из недавних добавлений? Ну вот из недавних, это как раз товарищества вот добавились, из недавних были у нас, наверное, платежи, связанные с обмундированием воинским. Ну, такие вот, в общем-то, недостаточно популярные, да, не очень частые, но они все-таки есть. Но основное, это, конечно, налоговая, по налогам тоже предупреждают должников, жилищно-коммунальные. Вот это вот самый большой объем. Но налоги надо платить, поэтому всегда так и есть. Еще благодаря появлению реестра движимого имущества нотариусы могут защитить от каких-то непредвиденных ситуаций, да, и от чужих долгов. Расскажите, пожалуйста. Ну, вообще-то вот они как бы косменно защищают. Почему? Потому что нотариус вправе сделать как раз записи. Расскажите, пожалуйста, в какой ситуации можно этим правом воспользоваться и обратиться к реестру? Ну, вот знаете, бывает так, что человек заложил свое имущество и заложил его не один раз, а несколько раз. И, соответственно, есть залогодержателей несколько. Так вот, реест движимого имущества для того сделан, чтобы залогодержатель мог обеспечить приоритет своих прав по отношению к другим залогодержателям на это имущество, которое заложено несколько раз. Вот он его внес в реест, а его можно через сайт носить и обращаясь к нотариусу. Если он есть, то он будет, в общем-то, первым стоять в очереди на то, чтобы взыскать свою сумму с этого залога. А так случается, что несколько раз закладывают. Вот это вот и дает. И любой человек может войти и посмотреть, прежде чем сделать сделку и принять в залог это имущество, войти в этот реест и узнать, есть ли это имущество уже, заложено ли оно, и сколько раз оно еще может заложить, сколько оно стоит, сколько его можно раз заложить. Поэтому это помогает, в общем-то, и людям немножко постригаться, ну и нотариусу помогать в таком случае. То есть, в случае совершения каких-либо крупных сделок, в случае, когда вы планируете какую-то покупку, если имеете дело с какой-то недвижимостью, которая в аренду предоставляется, с долгами, должниками, будет не лишним наветаться к нотариусу. И во всех этих ситуациях, вот как раз эти нововведения, которые мы с вами рассмотрели, могут здорово помочь. Ну вообще, я считаю, что каждый человек, прежде чем сделать какой-то очень важный шаг, тем более юридический, должен пойти к специалисту. Пусть это будет нотариус, пусть это будет адвокат или просто юрист. Но прежде всего, надо узнать правовую основу своего действия. Ну, что же может быть важнее, что может быть важнее такого шага, как заключение брака. Вот да. К этому, наверное, не так мы серьезно относимся порой. Практика заключения брачных договоров. Как вы к ней относитесь? Насколько она на нашей почве прижилась? Ну, я бы сказала, что, наверное, пока еще так медленно. Всего лишь 332 договора было за прошлый год. Медленно, но верно мы приходим к пониманию, что брак по расчету, это, в общем-то, неплохо. Ведь у нас могут заключать договор не только супруги, а и до заключения брака под отлагательным условием. И как только зарегистрированный брак, сразу регистрируется и брачный договор. Но вот в данной ситуации, как раз в этих договорах, можно предусмотреть очень много важных вопросов. Я не говорю уже о недвижимости, которая всегда бывает камнем преткновения, извините, при разводе, да? Ну, и здесь им можно предусмотреть различные семейные права в отношении детей, количество, имена, воспитание, какие им, в общем-то, наверное, услуги можно детям оказывать, имеется в виду школу, гимнастики. То есть предусмотреть многие другие вопросы, которые выходят за пределы имущественных. Но вот сегодняшний брачный договор, он как раз пришел к изменениям, анализируя то, что происходило ранее. Сейчас можно решать вопросы и недвижимого имущества, решать вопрос, как можно при разделе имущества поступать после расторжения брака, оговорить это в брачном договоре. В общем-то, договор, наверное, как раз и направлен на укрепление семьи. Если мы знаем, что мы сложили 2 плюс 2, то будет 4. И поделить можно тоже только 2 и 2. А договор может предусмотреть немножко иные размеры. А обывательское мнение, наверное, таково, что как это мы будем сразу себе прогнозировать развод, когда мы же не собираемся... Мы же прогнозируем не развод, мы прогнозируем, наоборот, увеличение нашего имущества. И поэтому мы сейчас вот стараемся и писать в газетах, и разъяснять на консультациях, что не так это плохо. Потому что мы уже сразу определяем условия именно материальные нашего брака. Маргарита Анатольевна, считается, наверное, опять же, просто в обществе, что имеет это смысл делать, если есть серьезные имущества, которым не хотелось бы рисковать. Рисковать, да. А чем обычным гражданам, вот простым, может помочь составление брачного договора? Какие пункты вы бы посоветовали в его ключе? Вы знаете, я хочу сказать, что иногда у нас в браке и домострой выходит изнутри. Так кто же признается об этом до заключения брака? Да, вот до заключения брака. Как раз когда мы преследуем цель все-таки создать семью, и мы еще одурманены любовью, да, до некоторой степени, вот тогда вполне можно договориться. Я считаю, можно определить свое профессиональное занятие, определить в этом брачном договоре, буду ли я менять фамилию, да, какую фамилию носить детям, потому что по этому поводу тоже есть разногласия. Можно определить уровень моих профессиональных каких-то занятий, определить, могу ли я заниматься балетом, да. Ну, в общем-то, то, что иногда вдруг случается камнем преткновения. Почему ты ходишь в хор, спрашивает супруг, а потому что мы в брачном договоре предусмотрели. Ты мне не будешь мешать развиваться, пить, правильно? Поэтому, наверное, вот продумав все это, можно устранить. Договор – это такой приоритет, который должен исполняться всеми. И даже супруги. Вроде бы в составе брачный договор, а ответственность гражданско-правовая, никто против закона не пойдет. В него можно вносить изменения? Если вдруг выяснилось, что вместо хора мне теперь нужно ходить... Ну, можно. Договор точно так же, как и любой другой гражданско-правовый договор, претерпевает изменения, можно вносить, пока он действует, и в него можно вносить изменения. Ну, конечно, по соглашению. А если кто-то сопротивляется, то также действуют нормы гражданского права. Можно в судебном порядке, если докажешь, можно тоже внести изменения, если это нарушает твои права личные. Ну, вот интересно, есть ли мировая статистика о количестве распавшихся браков супруги, где заключили такой договор и где не заключили? Вот кто будет семью беречь? Вы знаете что, вот если мы посмотрим фильмы, да, иностранные, ведь брачный договор очень многих отпугивает от расторжения брака. Наверное, все-таки лучше немножечко отступиться от своих принципов, которые бывают не всегда правильными, да? Но зато не лишиться того, что есть. И, может быть, это и укрепляет в обыкновенном случае семью, ну, если уже, конечно, не доходит до определенного воинствующего какого-то клана. А так, я думаю, что брачный договор и его дальнейшее расторжение тоже можно по договоренности расторгнуть. Но каждый, кто боится что-то потерять, взвесит свои возможности в таком договоре. Ну, я думаю, что как раз воинствующих супругов, делящих, пилищих. Да, ничего не остановит, и наверняка юристы и нотариусы видели таких пар. Но тогда все равно легче, если есть брачный договор, то даже в суде расторгнуть. У нас написано, что расторжение брака происходит тогда, если есть брачный договор без раздела имущества, все делится так, как написано в договоре. Магельта Анатольевна, а можно ли добровольно разделить совместно нажитое имущество, просто договорившись, если супруги расстаются в хороших отношениях и друзьями, без суда, следствия и третьих лиц? Да, конечно. Дело в том, что в законе сказано, что имущество, которое нажитое в браке, оно является совместно нажитым имуществом и делится поровну между супругами. Если между супругами есть уже договоренность о расторжении брака, то они вполне реально могут прийти в нотариальную контору, либо сделать соглашение о разделе такого имущества нажитого, либо получить свидетельство о праве собственности в доле имущества совместно нажитого. И формально это делается в нотариальной конторе без всяких вопросов. Нотариусу рассказываете, показываете, он составляет проект, вы согласовываете. И, кстати, если говорить, то это гораздо дешевле, чем в судебном порядке. Конечно. Поэтому, если супруги цивилизованные, вполне могут так сделать в нотариальной конторе. Маргарита Анатольевна, а может ли претендовать на имущество второго супруга, если брак не зарегистрирован, а так называемый гражданский? Я всегда была против этого в кавычках гражданского брака, потому что гражданским браком по закону вообще-то признается брак в зарегистрированных органах регистрации. Но если такое случается, то, конечно, вот тут уже только в судебном порядке. Потому что нет совместного имущества, потому что нет совместного брака. Но по факту-то оно есть. По факту оно есть, но надо в судебном порядке доказывать, что оно было нажито с вкладом ваших собственных средств. То есть, если живем без штампа в паспорте, значит, сохраняем все чеки. Да, да. Да, строго. И паспорта на все имущество, какое есть. Ну вот интересно, а квартиру как разделить, если она в кредит строилась? Ну, тут, знаете, брак зарегистрирован, построен в кредит. Всякое случается. Ну, во-первых, указ, которым регулируются такие льготные кредиты, предоставление льготных кредитов, вообще как бы запрещает отчуждение, пока не погашен кредит вообще. Но вот в таких случаях, если происходит такое, здесь должен состояться перевод долга. И после этого, когда возлагается на одного из супругов перевод долга, то тогда можно, в общем-то, решать вопрос о переводе и права собственности на другого супруга. Можно сделать то же, что я говорила, свидетельство о праве собственности получить. Но формально это делается только в том случае, если оба супруга согласны принять на себя долю. Долга платить. А передать свою долю другому супругу? Можно тоже. Но опять же, если меняется собственник, то здесь тогда надо согласие исполнительного распорядительного органа. Но я верю в мужское благородство. А если собственником остается жена, а траты все берет на себя мужчина? И такое случается в нашей практике. Вот у нас на консультацию приходили и спрашивали, и говорили. В том случае, когда не меняется собственник, то есть если, например, было на жене и остается на жене и кредит, и квартира, тут проще немножечко. А вот если меняется собственник, то тут тогда уже ввязываются и исполнительные органы. Но очень часто, очень часто так случается, что в основном пополам. Ну, может, становится справедливо. В конце концов, да, живем мы в эпоху победившего феминизма и эмансипации. Поэтому все пополам. Маргарита Анатольевна, договоры о суррогатном материнстве. Вы сказали, когда рассказывали об этой причине, как одной из наиболее редких в обращениях к нотариусу, вы сказали, к сожалению. Почему к сожалению? Ну, наверное, это многим бы помогло женщинам стать мамами, потому что, ну, так бывает, что не получается стать мамой. И вполне реально, оформив такой договор, получить огромное счастье в семье. У нас в области всего лишь два договора. Ну, я и понимаю, потому что договор такой немножечко щепетильный, немножечко очень такой интимный. И не хотелось бы, чтобы многие знали. Поэтому боятся делать в городах, где мы на виду. И уезжают, как правило, в Минск. Но, наверное, все-таки даст Бог, что случится так, что люди поймут преимущество этого договора. И я думаю, что есть все возможности, потому что самое главное условие этого договора – то, что мама должна быть здоровой и согласиться на вынашивание и рождение ребенка. Сейчас это регулирует закон о репродуктивных технологиях. Там все описано. Мама должна быть от 20 до 35 лет абсолютно здоровой, имеющей своего ребенка. Если генетическая мать или суррогатная мать собирается заключить такой договор, и она в браке, то согласие супруга надо. Этот договор обязательно нотариально удостоверен. Есть ряд существенных условий, которые включаются в этот договор. О том, где будет жить, как будет кормиться. В общем, очень много условий, которые должны соблюдаться. Но самое главное условие, конечно, это то, что суррогатная мама родит и передаст ребенка, а генетическая мать заберет ребенка. И никогда ребенок, рожденный такой матерью, не будет считаться ее ребенком. Ну, вот, может быть, в этом и есть основная соль, что не всегда чисто психологически перестраивается и родившая женщина, и мама как бы состоявшаяся, потому что это очень сложное психологическое... А такие случаи действительно бывают в реальности. И те, и другие. Ну, наше законодательство немножко, наверное, пожестче, чем российское в этом смысле. Там такие были случаи, что отказываются. В нашем договоре же конкретно сказано, забрать. Это если был заключен договор. Да, если заключен договор. А так без заключения, то, в общем-то, наверное, невозможно. И семья, ну, иногда ведь отказывается от генетического ребенка, если что-то с ним не то. Не дай бог, он родился с какой-то болезнью. Ну, тут уже как бы при любых обстоятельствах обязана мама забрать. Или супруги развелись. И уже ребенок и никому не нужен. Ну, да. Но вот тут уже защита суррогатной матери. Да, защита суррогатной матери. Да. Сколько стоит такая услуга? Ну, где-то около 190 рублей по сегодняшним деньгам. От тех договоров, которые у нас составлялись. Маргарита Анатольевна, по традиции, уже сложившейся в течение многих лет, 15 марта нотариусы принимают жителей области бесплатно. Будет ли это и в этом году? Как и сегодня, мы ждем День Конституции. Ведь День Конституции говорит о правах, в общем-то, каждого члена нашего общества. И поэтому мы в этот раз акцию тоже, наверное, будем проводить для всех. Об этом будет извещено на нашем сайте. Мы делаем всегда сообщения. Поэтому, если у вас есть вопросы, уважаемые телезрители, 15 марта смело обращайтесь к нотариусу. А наше время, к сожалению, уже в эфире закончилось. Спасибо большое. Председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин